Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну что ж, мы продолжаем. Я сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале Микс Ньюс Лэп. Присоединяйтесь. Да, доброе утро. Как мы уже сказали, у нас гость в студии. Это сегодня эксперт по экономике из банка Данис Гайшпу. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот вы тоже анализировали и комментировали, я знаю, вот эти итоги третьего квартала, который вот по сравнению со вторым кварталом, вот рост ВВП всего составил 0,2%. И я так понимаю, что многие, не только вы, эксперты, несколько неожиданно для них это было, поскольку все надеялись, что будут такие темпы более быстрые. Чем вы это связываете и не считаете ли вы, что объективно, если мы пишем, что вот рост 0,2, то фактически его нет? То есть нельзя сказать, что у нас уже отрицательный рост, но в принципе экономика не прирастает в этом году. Ну, надо взять во внимание, что в первом полугодии экономика росла, и экономика должна еще падать в четвертом квартале, чтобы в целом году мы получили негативный или какой-то такой результат. Так что в целом экономика все равно будет расти в этом году, то есть средний, да, то есть где-то около полтора процента будет рост. Это, конечно, такой слишком слабый рост для нашей экономики, если мы хотим достичь среднего уровня Евросоюза, да. И, конечно, то, что мы видим, что негативно было очень такой низкой активности инвестиций, и это тоже показывает, что мы ждем аэрофондов, и с одной стороны тоже как бы ставится вопрос о неясности вообще в целом. Конечно, мы как бы полагаем, что в следующем году, ну, не в следующем году, уже до 2020 года мы будем получать аэрофонды, как бы активность инвестиций как бы возрастет. Конечно, мы эти деньги и стратим, вложим в экономику, но то все равно задается вопрос, это неясность вообще всем этим политическим процессом и тоже с экономическим процессом. Как бы, ну, экономика, ну, как бы слишком этом, ну, как бы затянуто, да, и, может быть, это уже, как бы, как бы, это уже немножко проблем поглубже, да, потому что если даже фонды будут, тогда если неясность и бизнес все равно смотрят, как бы, в ожидании, тогда это, конечно, не очень положительно, потому что инвестиции сегодня, это, как бы, заработные платы через год полтора, два или пять, да? Да, вот интересно, что падение в строительстве по-прежнему продолжается, и здесь такие цифры, ну, очень большие, да, что за год вот эти объемы строительства упали на 22 процента. С чем вы это связываете? Ну, вроде, все-таки мы пережили вот тот кризис, который в сфере недвижимости был после вот этого пузыря, который лопнул, как мы знаем, да, и вроде бы казалось, что и активизируя строительство, мы можем посмотреть там, вот если по городу даже Риге, там стройка, и там стройка, и тем не менее общие объемы все-таки снизились, снижаются. Почему? Да, но это прямый эффект еврофондов, поэтому этот промежуток… А, то есть нет евро денег? Да, конечно, да, конечно, нет, это один такой, конечно, это в ожидании еврофондов, мы видим, что экспорт строительственных услугов тоже растет, поэтому мы тоже слышим, если так, ну, как бы говорим, да, что многие уезжали в это время, да, и, конечно, это ожидается, что в следующем году возобновится, да, какая-то активность из аэрофондов, да, и это тоже дает такой знак, что будет происходить после 2020 года, когда истекнут эти фонды, да, строительство будет под ударом, во-первых, да, и, конечно, тоже вот вопрос с другой стороны, активность тоже частных, как бы, построек активнее в Литве, в Эстонии, то есть тоже таких больших проектов, если смотреть, здесь нету, несмотря на то, что, например, спрос есть, и, как бы, тоже, ну, как бы, возможности для бизнеса есть, но инвестиций нету в этой отрасли, да, так что там и есть потенциал, который, ну, как бы, вот уже к правительству, почему вот нету таких инициатив, почему опять мы все равно еще много лет продолжаем говорить о законе строительства, да, почему у нас все равно все эти, этот процесс так долгий, да, и, конечно, это уже такая вторая сторона. Вы говорите, что полтора процента, это, в общем-то, не очень много для нашей страны, но кто определяет, сколько должно быть, может быть, полтора процента, это как раз нормально в нынешней ситуации, мы знаем, что минус 18, это очень больно, но плюс полтора, это все-таки какой-то рост, и потом, чем больше роста ВВП, тем больше инфляция, тут есть негативные моменты. То есть, стоит ли действительно бить тревогу, когда рост останавливается на 0,3 в разрезе, вот между кварталами, если сравнивать, и на полтора, если сравнивать годы? Вот это уже вопрос как к журналистам и как к нам, аналитикам. Во-первых, рост экономики определяется, конечно, цифрами, но в основном, как общество это воспринимает, как чувствуется. Но заголовки были о том, что экономика практически перестала расти. Вот мы уже, не знаю, долетели до дна, и вот сейчас у нас начнется второй кризис. Вот такое создавалось ощущение, когда, в принципе, мы все читали на прошлой неделе заголовки, вот основанные на этих цифрах. Так ли все плохо? В целом, да, мы должны понять, что конъюнктура после мирового кризиса, она поменялась. То есть, мы должны себя подготовить, что такой рост, который мы видели в мире, в том числе в Латвии, до кризиса, он не повторится. То есть, мы должны эти ожидания снизить. Но мы должны увидеть рост немножко повыше, потому что мы все равно видим эмиграции. Люди уезжают зарабатывать побольше. То есть, это уже один такой, ну, как бы… Негативный сигнал. Да, негативный сигнал. И, конечно, это такой вопрос, который мы должны решать. То есть, мы должны видеть рост экономики повыше. А сколько… какой должен быть рост для того, чтобы люди не уезжали? Во-первых, опять, это уже такой психологический вопрос, потому что люди хотят видеть перспективу в их жизни. Если они видят, они остановятся. Почему они уезжают? Не потому что у нас нет роста экономик, не потому что заработные платы не растут. Но они, как бы, потеряют перспективу, они видят, что они там будут жить лучше, а они уезжают. Если они бы чувствовали, ну, как бы, общество, что всё идёт в правильную сторону, тогда многие оставались. Потому что, вот, недавно читал об Австрии, да, мы все хотели бы жить на уровне Австрии. Но там, как бы, экономика растёт очень медленно, они, как бы, воспринимаются, как очень так негативно, что то, что происходит в экономике, да. Жизненный уровень высокий, очень высокий, но, как бы, чувствуется, что не происходит, люди это уже воспринимают негативно. То есть, мы должны тоже почувствовать, что этот жизненный уровень повышается, и мы, как бы, этот, ну, как бы, дисбаланс между средним уровнем Евросоюза, он бы, как бы, ну, как бы, снизился, да. А средний уровень там сколько, я имею в виду, роста? Конечно, в целом, по еврозону мы прогнозируем тот же 1,6-1,7% в ближайшие годы. То есть, у нас, как у всех? Да, ну, вы понимаете, что... Так, то и оппозиции другие. Да, но так мы не достигнем этого уровня, и, конечно, это, как бы, люди, вот я говорил об этой перспективе, да, мы должны, как бы, расти где-то около, ну, как примерно 3-4%, это наш потенциал в нынешнее время, но, как вы понимаете, правительство ставило станку на 5%, но это уже надо очень правильно, правильные, как бы... Действие сделали. Такое, такое, другое, вот, кроме вот этих денег из Брюсселя, условно говоря, что бы подняло нашу экономику, что у нас лучше, сразу, улучшился резко инвестиционный климат. Или, может быть, у нас более благоприятная стала ситуация, не знаю, для притока финансов в банке. По-моему, наоборот, мне кажется, что делаются разные шаги, которые просто отпугивают финансы, начиная от этого бесконечного анкетирования по политически важным персонам. Ну, все жители должны это заполнять, да, потом, я так понимаю, все делается для того, чтобы деньги не резидентов тоже сюда не приходили, а за счет чего мы будем жить? Так, я бы склонен согласиться к Министерству финансов, у нас похожий прогноз. До 2020 года, я бы сказал, мы можем быть довольно-таки, ну, как бы, спокойны, да. Почему? Потому что, опять, тема, о чем мы говорим, аэрофонды. Мы будем получать, мы будем использовать. Это каждый год где-то около 800 миллионов, это уже 3% от ВВП, которые мы можем использовать, да. Если бы прогноз ставился, как вы говорили, исходя из того, что мы привлечем инвестиции, как бы, за рубежом, или, вот, как бы, будем стимулировать экономику и так далее, и так далее, и не имели бы фондов, тогда я бы сказал, да. Ну, такой прогноз в этом моменте я бы не ожидал. Но так как мы будем получать деньги, которые, ну, вот, стоят на полке, их не надо, просто их надо, как бы, устойчиво, ну, как бы, использовать, тогда до 2020 года мы можем быть довольно-таки спокойны, да. Не могли бы Вы объяснить, почему именно в последнее время мы в контексте экономического развития говорим именно о еврофондах? И не помню, что 5 или 10 лет назад речь шла о том, что вот у нас есть еврофонды, поэтому мы развиваемся. Сейчас у нас закончились еврофонды, поэтому мы перестали развиваться. Почему именно сейчас вдруг именно эти денежные поступления вышли на первый план? Ну, с одной стороны, мы начинаем, как бы, осознавать, что они не вечны, что после 2020 года они заканчиваются, и становится вопрос, что будет после этих фондов. Ну, заканчиваются в смысле заканчиваются? Не совсем же заканчиваются? Ну, как бы, пока не ясно, какие фонды, какие финансовые помощи мы будем получать. Я думаю, что какую-то помощь мы будем получать, но не настолько большую, да. И, конечно, вот это уже такой тестовый год, когда вот эти фонды как бы заканчиваются, вот как строительство будет в одной из первых отрас, которые это будут чувствовать. Мы продолжаем. Я напомню, это утро на Болткоме. В студии Аби Келкина, Оксана Антоненко, звукорежиссер Евгений Копеин, ну и телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите на видеочате на портале Микс Ньюс ЛВ, присоединяйтесь. Да, еще раз доброе утро. Напомню, у нас в гостях вот эксперт Данис Гашпуитис. И вот говоря все-таки о росте или не росте экономики, ну, мы понимаем, что в следующем году будет действительно около 800 миллионов, как вы нам напомнили, из еврофондов. Но все равно хотелось бы еще больше денег иметь в обороте, и, наверное, это во многом зависит от способности привлечь вот иностранных инвесторов в том числе, потому что у нас на месяц денег столько, сколько есть. Почему падает, это мы тоже знаем, объем вот инвестиций прямых в Латвию? С чем это связано? Ну, одна из версий, наверное, это геополитика, да, которая тоже влияет, создает такую тревогу у инвесторов. Ну, во-первых, то, что мы видим, что он снизился, мы говорим об этом факторе, потому что там финансовый сектор как бы забрал излишек капитала, потому что мы все больше, как бы сейчас у нас накопления растут, и как бы у нас уже как бы местный капитал. В банках насчет от этих покризисных этих регулирований очень дорого держать капитал, и просто финансовый сектор как бы забрал, уменьшил капитал, и поэтому это показывается. Конечно, вопрос о том, что инвестиции как бы не приходят, они приходят очень-очень мало. Мало. И, конечно, мы должны смотреть и как бы привлечь. Вопрос, почему это происходит, конечно, мы должны делать маркетинг, ехать и привлекать. Опять, недавно я смотрел, что происходит в Литве и в Латвии насчет этих центров, которые тоже развивает, например, Сэбанк, например, там, где есть разные центры, колл-центры, ну, как бы это ниша, да. Ну, конечно, в Литве она развивается быстрее. Почему? Потому что там есть эти центры, где уже могут приходить фирмы, как бы уже, ну, как бы там есть уже, как бы, инфраструктура. У нас, вот как бы говорили, вот нету, нету таких офисных зданий. Опять, вот, как что, почему это, почему нет, почему мы, как бы, запоздали в этом процессе, да. Да. И, конечно, то, что мы говорим уже несколько лет, эти все проблемы с ценовой экономикой, с налоговой нагрузкой, и в том числе с этих регулировок, которые мы имеем, и в том числе этих, ну, как бы, системы правосудия, которые очень медленно, и, конечно, это не всегда затрагивает решение, но все равно это создает имидж государства. И, конечно, мы поэтому видим, что там они развиваются немножко быстрее, чем у нас. Если все-таки вернуться на пару слов геополитики, то из тех сфер, которые у вас в пресс-релизе отмечены как падающие, есть в том числе транзит и в том числе, ну, скажем так, сектор нерезидентов латвийских банков. То есть это, в общем-то, чисто российская тема, если так можно выразить, потому что транзит у нас в основном российский, ну, или страны СНГ, так же, как и деньги нерезидентов. Насколько все-таки большую роль ухудшения геополитической ситуации и российский кризис, играя сейчас в замедлении роста экономики в Латвии? Ну, сейчас, конечно, геополитические факторы можно подстроить под многим этим проблемам, но надо смотреть, что вообще происходит. Если взять финансовую систему, конечно, это все, как бы, стандарты, которые, как бы, становятся строже после кризиса, да, и, конечно, той же, этот, вообще, международная, как бы, борьба с обманием денег, да. То есть, и, конечно, этот сектор, как бы, испытывает, ну, как бы, этот, как бы, натиск, и, конечно, это, как бы, влияет на их объемы, да. Что мы говорим о транзите, конечно, это опять не новость, потому что то, что Россия будет менять потоки транзита, она говорит уже несколько, ну, очень долго, да, очень много лет. И тут вопрос, чем мы все время это занимаемся, конечно, это, конечно, мы, когда все хорошо, мы, как бы, не думаем, что будет завтра, и, конечно, мы должны уже были более подготовлены к такой ситуации, потому что это не происходит, ну, как бы, из-за политической, ну, например, если мы будем говорить, там, украинским кризисом, да. Это уже исходит из-за такой долгосрочной политики России, так что это вопрос опять, если посмотреть. То есть, это можно было предсказать? Это можно было предсказать в целом, но, конечно, многие, как бы, ну, конечно, можно что-то, как бы, ну, мы должны были подготавливаться. Если посмотреть, что Литва опять сделали, она опять, там, дальше развивает все услуги, чтобы прилечь в другие, как бы, эти карго, и, конечно, мы опять только начинаем об этом думать, но, конечно, об этом уже говорили давно. По поводу финансового сектора денег нерезидентов и упомянутой вами борьбы с отмыванием, она у нас, насколько я понимаю, происходит на фоне вступления в OECD, и также, учитывая последние новости о том, что американские эксперты провели исследование латвийских банков, которые работают с деньгами нерезидентов, и выяснили, что нет ни одного беспроблемного банка. И теперь у банков есть год примерно на то, чтобы эти проблемы решить. Означает ли это, что спад продолжится? То есть, если банки начнут решать все проблемы, связанные в том числе с не совсем прозрачными, может быть, деньгами своих вкладчиков, может быть, вот этот спад будет даже не 15%, а гораздо больше в ближайшее время? Ну, это трудно оценить. Но, конечно, во-первых, надо брать во внимание, что у нас довольно высокий уровень по сравнению наших депозитов в этот сектор нерезидентов. Конечно, надо было взять во внимание, что если будет какие-то колебания в регионах, что они тоже не всегда будут стоять на месте в Латвии, что они все равно могут уйти в другие лучшие финансовые центры или уйти назад, например, в те же страны России и другие страны. Так что такая волатильность, она возможна. Тут вопрос, конечно, какой бизнес-модуль этих банков. Конечно, это такая возможность, где можно развивать, но, конечно, мы должны иметь в виду, что эти стандарты будут немножко как бы… Меняться. Не меняться, но они будут построже становиться. А я только напомню, что у нас на портале в видеочате есть опрос. Могут ли помочь латвийской экономике Еврофонды? Да, конечно, только в краткосрочной перспективе. И латвийской экономике уже ничего не поможет. Голосуйте. И также у нас работает телефон 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, пишите нам в видеочате на портале Мексниус Ла. Присоединяйтесь. Да, вот еще такой вопрос, который хотел задать. Вот насколько на наше экономическое развитие влияет проведение или не проведение реформ? Ну, как мы знаем, давно наши власти говорят, что надо, наконец, сделать госаппарат более компактным, более эффективным. Ну, правда, пока ничего существенного не происходит. Насколько это может влиять? Может, с одной стороны, мы говорим, что да, то количество жителей, которые уже есть, не в состоянии покормить такое количество чиновников, с одной стороны. С другой стороны, ну, вот если начать масштабные сокращения, ну, что мы увеличим безработицу, к примеру. Да, но это тоже вопрос насчет инвестиций, потому что, если посмотреть нашу демографию, она, ну, как бы мы видим, депопуляции, да, количество людей становится все меньше. Ну, конечно, это вопрос тоже не столько Латвии, чем всей Балтии, вообще региона. То есть, тоже это одна перспектива, которую мы должны решать, потому что это уже, как мы смотримся, как рынок вообще. Один вопрос реформ, да, мы все время, как бы, в том числе еврофондов, мы о чем говорим, мы все время, как бы, решаем, как бы, у нас опоздало, да. Если посмотреть тенденцию демографии, тогда мы должны уже иметь, например, где-то все реформы больниц, в том числе школ, смотря, например, лет пять вперед, как будет развиваться ситуация, потому что все время мы слишком много платим за инфраструктуру такой, которой мы и не имеем, и слишком мало денег остается, чтобы вкладывать людей. И тут есть вопрос, конечно, это рабочие места, но надо понять, что так или иначе мы все время, если будем реагировать немножко с опозданием, очень медленно все будет меняться. А тут надо иметь, как бы, такую политическую волю рассказать, что эти ситуации во многом сами из-за себя не решатся, да, и, конечно, сейчас мы можем многие вопросы решить из-за аэрофондов, потому что 70% этих публичных инвестиций, они аэрофонды. То есть все эти красивые дорожки, которые мы едем, например, за Ригой видим, да, это европейские деньги, и там, конечно, вопрос, кто будет жить там, например, через 10-20 лет. Вот это есть реформы, которые мы должны проводить, смотря вперед, а мы еще и реагируем. Давайте звонок, примем, надевайте наушники, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Мы, конечно, говорим о реформах, это очень интересно, но мы сами в новостях читаем, что реформы очень часто у нас заканчиваются распуском кабинета министров, скандалами и прочим. Есть ли какой-то конкретный краткосрочный план для стимулирования экономики, инвестиций, так как, например, у нас есть замечательная стартап-среда, которая тоже воет из-за отсутствия микроперриятий в скором времени, и которые очень способны привлечь инвестиции в Латвию на своем уровне, но, собственно, они делают это достаточно быстро. Есть ли какой-то быстрый план для того, чтобы, так сказать, дефибриллировать латвийские инвестиции в Латвию в течение года или двух? Спасибо. Ну, стартап – это очень такое хорошее направление, но надо понять, что это такой очень маленький сектор, и, конечно, это не будет менять структуру экономики в Латвии, но, конечно, на том направлении мы должны работать, да. Но если посмотреть, есть ли какие-то такие решения, что можно быстро решить, я думаю, что нет, потому что мы говорим о многих вопросах о неплательспособности и так далее, и так далее. Мы все, в целом, мы все эти вопросы знаем, что мы должны решать, но это не решается быстро, и, конечно, я бы сказал, мы можем быстро решить только тогда, если будет резкий кризис. Вот тогда, я бы сказал, мы тогда только сможем что-то быстро менять, а так я довольно скептически настроен. Да, вот когда вы делали такой анализ вот этих итогов квартала, то вы, в частности, вот тоже указали на то, что вот продолжает уменьшаться объемы вот в сфере финансов и страхования, и здесь вот большое влияние оказывает изменения вот в этом секторе нерезидентов, да? Да. Вот все-таки правильно ли, если так можно сказать, государство проводит политику по сокращению умышленно и неумышленно вот этого сектора нерезидентов? С одной стороны, нам говорят, что да, это все более безопасно для нашей финансовой системы, когда у нас не так много резидентов, потому что у нас достигало 50 на 50 практически, да? Но, с другой стороны, это тоже ведь деньги, которые крутятся в латвийской экономике. Да, я уже говорил, что это такой перспективный сектор, что мы можем развивать, но, конечно, это уже, нам надо понять, что мы можем только развивать этот сектор, если мы, как бы, у нас стандарты международного уровня, да? Да, и, конечно, сейчас у нас, если посмотреть скандалы, очень много было, и, конечно, тоже влияет на нашу, на наш имидж, да? Да. И, конечно, там, если хотим, я думаю, в эту сторону идти, то, что мы должны это было проводить, так что вопрос тоже, я думаю, что, я думаю, что правильный. Конечно, это, как бы, если все вместе, тогда, конечно, это плюс идет к этим проблемам, что мы уже имеем. Конечно. Вот возвращаясь к тому, с чего мы фактически начали, вот к этим еврофондам, вот, а есть ли вот понимание о том, куда будут использованы деньги еврофонда? Понятно, что они будут в Латвии крутиться, многие заработают, значит, общий объем денег будет здесь в Латвии, это все понятно. Ну, вот, в каких сферах строительство получит вот это вот еврофонды или нет, на ваш взгляд? Да. Вот, например, новый период, который начался… В 2014 году. Да. Он немножко меняет направление, это уже и, как бы, основные принципы, то есть, если до этого мы получали просто деньги, использовали, сейчас уже мы должны думать, как отдавать, то есть, меняется. И тоже, как бы, развивать, чтобы мы, как бы, увеличивали свою возможность, то есть, более таких науки и так далее, то есть, направление, чтобы мы имели, как бы, какой-то эффект после еврофонов. То есть, направление, как бы, меняется и в позитивную сторону. Так что, в целом, я бы сказал, позитивный, позитивный этот период, да, будет, но все равно, если посмотреть, конечно, там есть по отраслям, которые говорят, что эти фонды не будут, они исчерпают уже раньше, в 2019 году и так далее, то есть, например, на строительстве дороги и так далее, да. Конечно, там программ очень много, то есть, на увлечение, вклад, то есть, науке, разработке и так далее. Так что, в целом, я бы сказал, сбалансировано, несмотря на то, что мы хотели больше таких денег, легких денег, как бы, инфраструктура, строительство и так далее. Но Евросоюз, как бы, говорил, мы все время не будем давать вам деньги, вы должны тоже вкладывать на то, чтобы вы стали более самостоятельными. То есть, Евросоюз все равно, как бы, несмотря на то, как мы оцениваем эту структуру, как бы, но она, как бы, нас подталкивает, чтобы мы стали самостоятельными. Ну, конечно, чтобы все время не кушали только с руки, чтобы делали что-то сами. Вот хочется в этом контексте зачитать сообщение из видеочата. Еврофонды – это короткий поводок, надеты на власть, не предназначенный для развития экономики, а лишь для поддержания марионеточного аппарата правления. Вот, что бы вы думаете? Тоже, в общем-то, довольно распространенная точка зрения. Ну, во-первых, конечно, одна из проблем будет, конечно, та, что 70% публичных инвестиций – это были Еврофонды. То есть, если Еврофонды становятся меньше, то чем, как бы, это вопрос бюджета. То есть, из бюджета нам денег где-то вкладывают экономику, ну, где мы будем брать этот вопрос. Но, с другой стороны, конечно, это очень большой толчок для бизнеса, развития, например, той же промышленности. Потому что, если, например, сельское хозяйство, да, без этих денег, конечно, мы не увидели такой роста и развития этих отраслей, потому что многие уже говорят, что если надо было бы только, ну, как бы, брать кредиты и так далее, что они не смогли. Так что, в целом, я бы сказал, мы не используем все 100% как бы по назначению, но все равно это было, это есть положительно для тоже развития многих отраслей. Еще звонок у нас, надевайте наушники. Доброе утро. Доброе утро. Я просто хотел немножко прокомментировать выступление вашего товарища в эфире. Ну, он, по-моему, сразу не жил верно. У него фантазия, по-моему, преобладает над реальностями. Где вы видите экономику, простите? Мы вообще, простите, находимся ниже плинтуса. У нас ничего не работает, ни одно предприятие. Сельское хозяйство разрушено дотла. Какая экономика? Мы только живем на налогах и на подачках до Запада. Спасибо большое. Нет, ну, налоги, значит, кто-то платит, значит, работают. Во-вторых, все-таки у нас те предприятия, которые еще остались, они все-таки работают. Поэтому, так сказать, я думаю... Давайте, да, не будем обижать. Вот, допустим, Касмена Герчкова, который борется за свое предприятие, и других латвийских предпринимателей, которые пока что не закрыли то, что есть. Что скажете? Ну, так или иначе, в общем-то, настроение просматривается. Я говорил, что оценки, они не всегда совпадают то, что происходит. Потому что, если посмотреть уровень зерна, что мы производили, например, в следующем, мы уже, как бы, это рекорд был, да? Мы получили рекордный урожай. То есть, это одно... Если посмотреть тоже экспорт древесных изделий и так далее, там тоже все время, как бы, бьется рекорд. Конечно, здесь вопрос о таких отраслях, как продавательственные продукции, которые, конечно, потеряли рынки, например, в России. Конечно, она должна искать в других рынках. Но мы видим, что тот же Китай, экспорт развивается и так далее. Так что, если даже технологический экспорт тоже растет, да? Довольно стремительно. Там новые рынки в Африке и в других регионах. Так что, есть ситуация, вопрос о том, что как много мы знаем, что происходит в экономике. Вот тут и вопрос основной. Потому что такие отрасля, они в газетах, они очень... Они тихие, да? Потому что они, как бы, работают, развиваются. Конечно, есть вот такие отрасля, которыми вот в фокусе, да? Например, те же Лейпайс, Металлурс. Конечно, все видят, там проблем, как бы, все, как бы, думают, что это со всей экономикой, да? Конечно, и, конечно, если взять во внимание, что происходит обрываточная промышленность, это одна точка такая, где все развивается, да? Спасибо большое, да. Время, первая часть нашей передачи подошло к концу. Я бы озвучила результаты опроса на нашем сайте. Могут ли помочь латвийской экономики и еврофонды? Да, конечно, 6%, только в краткосрочной перспективе 37%, и латвийская экономика уже ничего не поможет, 56%. Да, ну, спасибо большое нашему гостю. Ну что, время действительно подошло к концу.